В Орлёнке 11 июня прошло совещание по безопасности детей в летней оздоровительной кампании. Его участниками стали руководители и сотрудники органов государственного контроля и детских учреждений Туапсинского района. На встрече побывала и наша съёмочная группа. На мой взгляд, на протяжении всех этих 10 лет в крае ведётся очень системная, плановая, непрерывная работа. Как обезопасить отдых детей в летний период, на что стоит опросить внимание, эти вопросы обсуждают на плановом заседании руководителей сотрудники органов государственного контроля и детских учреждений Туапсинского района. В прошлом году из-за несоблюдения правил безопасности в Краснодарском крае погибло 39 детей, а с начала этого года уже три. Чтобы избежать череду несчастных случаев, на собрании поднимают вопросы, которые следует выполнять руководителям предприятий. За эти годы выстроилась очень надёжная система, которая позволяет осуществлять подготовительные мероприятия практически сразу после окончания предыдущего сезона. И с учётом того, что отдых на Кубани длится круглогодично и что Кубань является здравницей для детей всей нашей России, этот процесс имеет огромное значение. И на первый план, конечно, выступают вопросы безопасности. Огромная работа проводится нашими коллективами по профилактике таких вредных привычек. Своим опытом делятся и руководители детских центров, лагерей и здравниц. На заседании директор Орлёнка Александр Джеус говорит о методиках работы с детьми в разных ситуациях. Возгорание, затопление и другие серьёзные происшествия. На каждый случай есть план действий. Так, каждый ребёнок проходит инструктаж, а педагоги центра каждый месяц отрабатывают алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях на учебных занятиях. Это комплексное понятие. То есть это не только люди в погонах или специально обученные люди, но это целая система подготовки вожатых, работников пищеблока, работников воспитательского блока. То есть люди, которые знают, как правильно предотвратить ту или иную ситуацию. В рамках собрания затрагиваются и другие важные вопросы. Это санитарно-эпидемиологическая обстановка в детских оздоровительных учреждениях. Одно из основных нарушений – несоблюдение норм в блоке питания. Поэтому уже с начала июня начались проверки. Под надзором около тысячи детских лагерей Краснодарского края. В этом году при подготовке, при проверке готовности детских лагерей выявлено порядка 400 нарушений в действующем законодательстве. Приняты меры прокурорского реагирования. Большинство нарушений устранено уже в ходе проверок. В целом можно сказать, что детские лагеря подготовились к летнему отдыху и при должном внимании и подходе смогут обеспечить безопасность. Анастасия Обыч, Алексей Исайф, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ.